Современные реалии и возможности для бизнеса сегодня обсуждали и в присутствии широкой публики. Чуть больше часа назад в конференц-зале Чувашского театра оперы и балета завершилось расширенное заседание Высшего экономического совета региона. Разговор был весьма содержательным. Говорили о проблемах, как отметил председатель регионального ВЭС, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Очень много у предпринимателей вопросов к ставкам по льготным кредитам. Напомню, по решению ЦБ сегодня малый бизнес сможет оформить займ в среднем под 15% годовых. Средний – под 13%. Предпринимательское сообщество называет такие ставки слишком высокими. На что Анатолий Аксаков подметил, что Центробанк устанавливал их при ключевой ставке 20%. По мнению бизнесменов, в сегодняшних реалиях ставки по льготным кредитам должны быть ниже минимум на 5% пунктов. Анатолий Аксаков обещал поднять этот вопрос на предстоящем съезде Ассоциации банков России, который пройдет на следующей неделе. Еще одно предложение от предпринимателей, по примеру, реестра недобросовестных поставщиков, сформировать список ненадежных заказчиков. Эту мысль председатель Высшего экономического совета Чувашии назвал вполне разумной. Такой реестр точно подтолкнет заказчиков вовремя выполнять обязательства перед исполнителем, в том числе и по оплате выполненных работ. Еще одна болезненная тема для бизнеса – высокая комиссия за эквайринг. Анатолий Аксаков прямо заявил, что банковский сектор вряд ли пойдет на ее снижение. Сейчас он зарабатывает на комиссии и развивает саму технологию безналичного приема платежей. В противном случае эта тема ему будет неинтересна. Если нельзя заработать, то зачем развивать? То на чем нельзя заработать? Поэтому вот этот момент необходимо учитывать. И надо создавать альтернативу. ЦБ создал альтернативу. Система быстрых платежей. Там комиссии в разы ниже, чем за эквайринговую услугу. Соответственно, только за последние полгода в 6,5 раз потребление, использование системы быстрых платежей выросло у нас в стране. Федеральную корпорацию по развитию МСП сами предприниматели между собой давно называют рукой помощи. Ее руководитель Александр Исаевич сегодня тоже в числе спикеров высшего экономического совета. Утром он встречался с главой Чуваши. Стороны договорились о расширении взаимодействия в рамках совершенствования мер поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан. Именно благодаря корпорации фермерские островки один за другим появляются в крупных торговых сетях. Инструмент поддержки бизнеса создал так называемую витрину спроса и помогает промышленникам найти контрагентов. А еще предприниматели обращаются в корпорацию с надеждой попасть в льготные программы кредитования. И здесь владельцам бизнеса помогают даже тем, кто испытывает дефицит залоговой массы. Мы запустили по поручению президента зоничный механизм поручительства. Это упрощенный способ получения кредита. Если у предпринимателя не хватает залога, не надо не ходить в корпорацию, не в региональную гарантийную организацию. Все решения будут приняты в одном окне банка. И 50% от этой суммы возьмет на себя корпорация. На сегодняшний день один из банков участников в программе работает. Выдано с момента запуска зоничных механизмов более 80 миллиардов. Из них 580 миллионов рублей. Это предприниматели из Чувашской республики.